Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Ситуация заключается в том, что женщина нашла работу, где молодой коллектив, она там самая старшая, из-за чего чувствует себя неловко, вот, значит, с трудом привыкла к месту работы, вот, но в стране чувствует себя неловко, именно из-за того, что самая она там старшая или в принципе неловко. Вот. Она, значит, пишет, что сидит в одном кабинете с зама заместительного директора, вот, и этот самый заместитель директора, вот, молодой парень, он женат, значит, и, соответственно, у нее с ним получается разного рода пикантная ситуация. Вот. Она привлекает его, он привлекает ее. И, соответственно, автор вопроса говорит о том, что, ну вот, как-то вот, не знает, что ей делать в этом смысле. Потому что, как-то вот, это выходит по, ну, по ее словам, да, это выходит из, под контроль. Она это связывает с тем, что, ну, без мужчины давно. Вот. Ну, она это связывает. Вы знаете, вопрос, который у меня к вам. Вот, вроде бы вы понимаете и как бы знаете, что вы привлекательны, вы сами говорите о том, что вы красивые. Вы говорите о том, что знаете, что вы красивые и так далее. Вот. Но почему вы одна без мужчин? Ну, вот, в таком случае, если вы, если вы знаете, допустим, что вы, ну, что вы, там, красивые и так далее, если вы знаете, что вы привлекательны, почему вы не пользуетесь своей привлекательностью? И ответ на этот вопрос, он достаточно, достаточно просто. Все дело в том, что вы себя по некоторым причинам как-то, вы себя обесцениваете. То есть вы, то есть вы себя недооцениваете. Я бы, я бы так сказал, наверное, даже. Вот. Вы боитесь, что у вас отсюда. То, чем вы говорите, это вот как раз про заниженную санацию. Замечаете ли вы это, понимаете ли вы это или нет. И, соответственно, наша задача как раз и заключается в том, чтобы вам вашу самооценку подкорректировать. Понятно. Чтобы вам было более адекватно увидеть те, обесценивающие ваши тенденции, которые вот сейчас у вас имеют место быть. те, обесценивающие вас аспекты и элементы и помочь вам научиться себя любить, ценить и принимать. Сейчас ничего этого не происходит. Сейчас вы ничего такого не делаете, к сожалению, но проблема именно в этом. Это вот ощущение неловкости, ощущение, что какая-то вы не такая. Вот. То есть это все вот именно про данную проблему. Как мне, повторюсь, кажется. И в этом аспекте вам и нужно работать. На этом, пожалуй, все. Я надеюсь, что вам мой ответ был полезен и интересен. Учитесь принимать и, как бы, откликаться на свои желания, на свои потребности. Учитесь, как бы, это вполне естественно, вполне нормально. А мы вам в этом поможем. Я вам желаю всего самого доброго. Я вам желаю удачи и буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Ответ это позволит вам начать работу над собой. Обратная связь нужна в первую очередь вам для формирования базовых постулатов для психотерапии. Вот. Работа, которую вам нужно по-хорошему со специалистом начать. Продолжение следует...